Генеральное сражение на Донбассе приближается. Чехия пытается экстренно вооружить киевский режим. А также Столтенберг, представляя НАТО, заявил о том, что нужно экстренно перевооружить украинские вооруженные силы буквально за пару недель. В Мариуполе загорелось турецкое судно. Зеленский сделал очередное актерское заявление о том, что нужно распустить Совет Безопасности ООН или исключить оттуда Россию. А также он уже не уверен, состоится ли встреча с Владимиром Путиным вообще. Некоторые западные эксперты предвлекают падение Евросоюза. Приветствую, друзья! Сводки с фронтов Украины и не только. 5 апреля вечер. И начну я, друзья, с предвлекаемого генерального сражения на Донецко-Луганском направлении. И почему это может зацепить даже Европу. Ну, конечно же, прежде всего сегодняшнее заявление Столтенберга о том, что нужно в экстренном порядке перевооружить украинский режим, киевский режим. А также заявление в Чехии, что, дескать, уже помощь отправляется в виде танков Т-72 и БМП. Причем, странно, как вы видите, это помпезно, в принципе, заявлено, что тоже вызывает определенные вопросы. Потому что, каким образом это вооружение, в принципе, может пересечь границы Украины? И что может предпринять, естественно, Российская Федерация? А также, не является ли это втягиванием стран Европы в определенные конфликтные действия на Украине? Естественно, информационно-психологическая подготовка, которая последние дни проходила для того, чтобы ввести еще более жесткие санкции. Ну, и, возможно, оправдать возможные поставки более тяжелых видов вооружения. Также в ряду санкций предлагается закрыть порты для захода кораблей с Российской Федерации. Интересно, если продовольствие будет поставляться, каким образом будет реакция. Тем более, что в России уже заявили о том, что продовольствие будет поставляться, прежде всего, в дружественные страны. Кстати, интересный момент, что в Германии заявили вмешательством во внутренние дела Германии. Вы только задумайтесь. Действие посла Украины в Германии Мельника, который был замечен не раз в различных скандальных ситуациях. Но по факту, попытки введения санкций, а также, конечно же, заявления о том, что нужно перевооружить киевский режим и попробовать поставить ему тяжелое вооружение, говорят о том, что Запад, конечно же, понимает, что Донецко-Луганское сражение может для киевского режима закончиться очень плохо. А Джонсону вообще бы хотелось, чтобы как можно дольше это все продолжалось, как и некоторым другим западным элитам, чтобы как можно больше понесли жертв, естественно, в Украине. Тем самым ослабив максимально, насколько это возможно, Российскую Федерацию. На что рассчитывает киевский режим на Донецко-Луганском направлении? Трудно сказать. Я думаю, что ни на что не рассчитывают. Просто они выполняют определенные команды. Вот и все. А вот как раз у Джонсона и компании есть определенные надежды. Затягивание военной компании и попытаться добиться ничьей на границах Павлограда. И то, что ситуация достаточно серьезная, думаю, понятно всем. Зеленский сделал очередные сумасбродные заявления. С одной стороны, он заявил о том, что либо нужно Россию исключить из Совета Безопасности ООН, а также не менее знаковое заявление о том, что встреча между Зеленским и Путиным может вообще не состояться. То есть это фактически признание, что он готов воевать до последнего украинца. Чего очень уж очень уж хочет Джонсон и компании. Ну а если, друзья, рассматривать ситуацию еще более глобально, то и Европа, как утверждают ряд западных экспертов, может пасть в этих всех событиях из-за санкций, которые сами же они ввели, и нарастающих экономических и социальных проблем, которые и так после 2019 года в Европе активно развиваются. Ну и, соответственно, если уровень жизни будет существенно падать в ряде европейских стран, то это может привести, в принципе, к серьезным дестабилизирующим процессам в Европе. Об этом говорят западные эксперты. Поэтому они не могут себе позволить, чтобы это все затянулось додолго. А вот Великобритания и Соединенные Штаты Америки это выгодно, потому что отток капиталов, прежде всего, в Соединенные Штаты Америки, ну и усиление Великобритании в своих имперских амбициях. Ну и цель санкционного списка, который особенно лоббирует, конечно же, Лондон, а также Соединенные Штаты Америки, как раз-таки в том числе немножко пощипать экономику Евросоюза. Поэтому от того, кто победит в генеральном сражении на Донецко-Луганском направлении, зависит очень многое и не только для Украины, а и для Европы. Но для Зеленского это может быть вообще финалом его политической карьеры, как утверждают некоторые западные эксперты. У меня пока все. Дальше будет.